МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Назначен указом президента. Сегодня в Березняковском городском суде представили нового руководителя. Закрыть нельзя, оставить. Расставим запятые в теме, касающейся секции бокса в Доме спорта Титан. Успеть за 24 часа. Участницы конкурса «Краса России-2015» готовятся к финалу. Вот и подошла к концу короткая трудовая неделя, но новостей она принесла вполне достаточно. Расскажем о главных прямо сейчас. Это новости на ТНТ в студии Елены Вавилова. Здравствуйте. Сегодня в Березняковском городском суде органам власти и общественности представили нового руководителя. Председатель городского суда назначен указом президента страны. Назначить на 6-летний срок полномочий в Пермском крае председателем Березняковского городского суда Вяткина Дмитрия Михайловича, президент Российской Федерации, Владимир Путин. Позвольте мне вручить указ. Нового председателя Березняковского городского суда приветствуют как полагается. 33-летний Дмитрий Вяткин будет занимать новый пост в течение 6 лет. В прошлом он работал в полиции, был следователем. Позже его назначили судьей Кизиловского района и Ленинского района в Перми. Новый председатель оказался немногословным. Уделить журналистам больше внимания он пообещал позже, после того, как ознакомиться с новым местом работы. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. Поздравляю. Пользуясь случаем, председатель Краевого суда обратил внимание на то, что у Березняковского суда по-прежнему нет своего здания. Поэтому в скором будущем на территории города развернется грандиозная стройка. Суд будет размещаться в одном здании. В новом здании будет один суд. Будут созданы три коллеги, как они сейчас, уголовная, гражданская, административная. Когда начнется стройка, представители края говорить не торопятся. А сейчас стоит вопрос о проведении комплексного капитального ремонта в существующих помещениях. И возможно, что уже в первом квартале будущего года представители Фемиды будут работать в более комфортных условиях. Екатерина Золотарева, Сергей Александров. Новости на Тенте. Довольно жаркими дискуссиями отличилось очередное заседание общественного совета при полиции. Напомню, совет создан для обеспечения согласования общественно значимых интересов граждан, органов власти всех уровней, а также в целях решения наиболее важных вопросов деятельности местной полиции. Сергей Каленик посмотрел на работу общественников. Участники общественного совета собираются ежемесячно. Обсудить свою работу и решить накопившиеся вопросы. Сегодня на заседание был приглашен отец Сафроний. В совете хотели бы видеть представителя церкви в своих рядах, но благочинный приглашение отклонил. Я для себя уже не имею права не составить какой-то состав. Пожалуйста, какие-то вопросы как духовному человеку я буду отвечать. Игумен пообещал, будет помогать общественному совету. Если кому-то понадобится духовная помощь, пожалуйста. Среди приглашенных были и представители советов ветеранов. По мнению членов общественного совета, их опыт и житейская мудрость очень бы пригодились при работе участковых с пенсионерами. Не секрет, в Березняках есть брошенные пожилые люди, которым некому помочь. Председатель городского совета ветеранов Маргарита Русинова отметила, что это очень большая и важная работа, которую не вытянуть только силами ветеранов. Как вот видится? Каким образом? Раз в неделю, раз в день по просьбам, по предложениям, но на одних ветеранах выезжать. Вот я бы сразу по-земцинской сказала, не надо настраиваться. Это совершенно неправильный будет подход. Именно единичный случай, где требуется именно ваша профессиональная, жизненная, вот, скажем, жизненный опыт, да? Мы же не говорим, мы же не говорим, да-да. Можно пригласить вас на эту ситуацию, чтобы вы со своей стороны посмотрели на нее и, может быть, дали более грамотные советы. Разговор получился достаточно жестким, но и темы для обсуждения непростые. Взять под опеку малоимущих, помочь брошенным на произвол судьбы старикам. Словами здесь не поможешь, нужны реальные дела. Все собравшиеся решили объединить свои силы и выработать четкую стратегию дальнейших действий. Расскажут, что из этого получится. Сергей Калиник, Сергей Александров. Новости на ТНТ. А дорожные полицейские сегодня разъяснили новые требования, предъявляемые к тем, кто планирует получить водительские права. С 5 ноября вступил в силу документ, устанавливающий новый порядок при сдаче экзаменов. Теперь автолюбителям, проживающим на территории России, сдавать экзамен разрешили в любом подразделении ГИБДД, без привязки к месту жительства. А получить водительское удостоверение можно будет вообще в любом уголке страны. Еще у кандидатов-водителей больше не будет возможности ходить на экзамены, как на тренировки. Теперь увеличены сроки назначения повторного экзамена. Для людей, которые не сдали один из экзаменов с третьего и более третьего раза, повторный экзамен будет назначаться не ранее, чем через 30 дней. Положительная оценка, полученная на теоретическом экзамене, будет считаться действительной в течение шести месяцев. А вот с упрощением теории придется подождать до весны. Например, если сейчас курсант школы допустил две ошибки во время сдачи теоретического экзамена, он отправляется на переэкзаменовку. В марте же за каждую ошибку предоставят возможность ответить еще на пять вопросов по заданной теме. Закрыть нельзя оставить. Разговор идет о секции бокса, которая находится в Доме спорта «Титан». К нам в редакцию обратились юные боксеры. Они рассказали, что их секцию закрывают, а ребята очень хотят заниматься дальше. Екатерина Федорова выясняла, в чем проблема. Эдуард уже пять лет занимается боксом в Доме спорта «Титан». Как признался парень, со спортом всю свою жизнь связывать не собирается. Но все свое свободное время посвящает груши и перчаткам. Совсем недавно воспитанникам секции бокса сказали, что в связи с повышением арендной платы, Федерация бокса больше не может оплачивать зал. Нас тренер отправил к другому, но я не хочу к нему идти тренироваться, потому что привык уже здесь. Все тут сдружились очень хорошо. Коллектив очень хороший. Последняя тренировка в этом зале. Суровый вид спорта привлекает сюда даже малышей. В секции бокса занимаются порядка 40 человек. Есть и любители, и те, кто занимался здесь долгие годы. А вообще секция бокса в «Титане» существовала 12 лет. Тренер Владимир Белов рассказывает, многие его воспитанники добились здесь успехов. Если работать над собой, все равно что-то получится. Конечно, желательно, чтобы талант какой-то был. Как выяснилось, совсем закрывать секцию не собираются. В Березняковской федерации бокса нам пояснили, занятия у этих ребят теперь будут проводиться в доме спорта «Азот». Мы убедились, здесь зал оборудован даже лучше, чем в «Титане». Современный инвентарь, новый ринг. Было принято решение, что Белов Владимир Павлович со своей группой детской переходит сюда. Время ему предоставлено удобное, с трех часов до полдевятого вечера. Абсолютно бесплатное. Федерация утверждает, бокс в нашем городе развивается день ото дня. Регулярно в Березняках проводятся и городские, и краевые соревнования. Поэтому будет сделано все возможное, чтобы ребята постоянно тренировались. Вот, к примеру, Дима с боксерскими перчатками не расстается пятый год. Как результат, третье место в первенстве России. А с этого года парень учится в Пензе, в школе Олимпийского резерва. «Это моя работа. Я выполняю свою работу. Боксирую. Мне это нравится». А наш герой Эдуард наверняка будет скучать по старому залу в «Титане». Но впереди новые тренировки и, конечно же, новые победы. Екатерина Федорова, Лев Собуров. Новости на ТНТ. Успеть за 24 часа, буквально через сутки, 12 березняковских участниц городского этапа конкурса красоты «Краса России-2015» выйдут на подиум. На генеральной репетиции побывала Татьяна Александрова. Она уверена, короны достойна каждая участница. Кругом суета. Оно и понятно. Финал конкурса через сутки. Настройка звука, волнительная атмосфера в гримерной. Сегодня 12 самых красивых девчонок-березняков готовы ко всему. В «Найт Клаб Севен» идет последняя генеральная репетиция. «Сегодня у нас репетиция главная. Мы будем показывать творческие номера, снова ходить, ходить до смерти, пока все не будет просто блестяще». Точность нужна во всем. Движения в танцах должны быть синхронными, а точно грациозная модельная походка и четко выполненные творческие номера. Все должно идти строго по сценарию. Кстати, расположить к себе членам жюри девчонки намерены не только продемонстрировав внешние данные. Участницы готовы доказать. Красота и ум – понятия совместимые. «Осталось буквально сутки до финала. Мы очень переживаем, очень все волнуемся. Девочки тоже, безусловно, все трясутся. Но мы уверены, что будет все, как обычно, на высшем уровне. За плечами очень большая проделанная работа. И я думаю, она абсолютно не зря». Финал конкурса пройдет уже завтра в ночном клубе «Семь» в 9 вечера. Билеты можно будет приобрести на месте или заказать по телефону 20-34-94. Кто же возьмет главный приз и получит корону? Уже совсем скоро эту тайну раскроет для вас Татьяна Александрова, Сергей Александров. Новости на ТНТ. Вы смотрели главные новости городом. Далее вас ждут прогноз погоды. И первая серия проекта телекомпании ТНТ «Березники» – это реально новая жизнь. А я прощаюсь. С вами была Елена Вавилова. Всего доброго и отлично вам отдохнуть. Прогноз погоды представляет компания «Агрострой». Березники, Советский проспект 6, Соликамск, Энергетиков 36. Спонсор прогноза погоды – магазин «Рукоделие». Богатый выбор пряжи со скидкой 10%. Карла Маркса 48. Офис 107. ЦУМ – первый этаж. Спонсор прогноза погоды – губаха хлеб. Хлеба и торты высшего качества, приготовленные в лучших традициях с теплом души. Ищите в магазинах города. Спонсор прогноза погоды – магазин кожаных аксессуаров «Биг Бек». В честь открытия скидки на весь ассортимент до 50%. В Березниках 8 ноября переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха ночью – минус 9, минус 12. Днем – 6,8 градусов мороза. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный – 3,8 метра в секунду. В субботу солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Информация предоставлена Центром ФОБОС. Компания «Агрострой» предлагает металлопрокат и профнастил по самым низким ценам. Березники, Советский проспект 6, Соликамск, Энергетиков 36. Магазин «Рукоделие» на Карла Маркса 10 лет с вами. Богатейший выбор пряжи и шерсти для валяния. Более 100 цветов и оттенков, а также авторский трикотаж и многое другое. В честь десятилетия каждому скидка 10%. Губаха хлеб – хлеб, приготовленный с теплом души. Большой ассортимент тортов и кондитерских изделий. Торты под заказ на свадьбу, юбилеи, нерождение. Изготовление тортов любой сложности. Город Губаха. Улица Тюленина, дом 10. Чемоданы, сумки, зонты, портфели. Модели солидный разбег. Модный текстиль, натуральная кожа. Для вас в магазине «Биг Бэк». Новый магазин «Биг Бэк» в торговом центре «Оранжмол». Сумки, чемоданы, аксессуары. «Оранжмол» – второй этаж.